В Москве на пятничной молитве задержали мигрантов. Президент Узбекистана рассказал о пытках в стране. Режим Берду Мухамедова начал бороться с VPN-сервисами. 1 февраля в Москве сотрудниками МВД были проведены рейды у мечетей столицы. По словам очевидцев, сотрудники полиции и ОМОНа останавливали и сажали в заранее пригнанный для этой цели транспорт мигрантов, пришедших совершить пятничную молитву, не проверяя даже в порядке ли у них документы. Подобные рейды практиковались и ранее, но обычно задерживали тех, у кого проблемы с документами. Также очевидцы отмечают, что рейды и проверки в московском метро и у мечетей участились и приобрели более жесткий характер после взрывов в Магнитогорске, хотя власти и признали, что взрыв дома носил бытовой характер. Соответствующую видеозапись опубликовала и радио ЗАДИ из проспекта Мира, где расположена главная соборная мечеть города Москвы, ссылаясь на своего корреспондента, ставшего очевидцем подобного рода рейда. В порядке документы у всех, почти граждане тоже, они все равно забирают же. Мы приехали на пятницу в молитву, они все равно возле метро и возле мечеты задержали. Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе видеоселекторного совещания 10 января неожиданно для всех заговорил о пытках, продолжающихся в стране на протяжении двух десятилетий. Аудиозапись совещания стала доступна журналистам спустя некоторое время после мероприятия. Самое тревожное это то, что в Андижанской области продолжаются случаи получения показаний под применением пыток, насилия и издевательств. Вы все про это слышали, конечно, о противогазах и дубинках. У руководителя Андижанской области большой опыт в этом, в частности у Сабирова. Я не зря его отправил в эту область. Эти игры с дубинками, противогазами, это вещи из прошлого, они нужны в Узбекистане. Весь мир смотрит на нас. Каждый день в интернете выходит по тысячу статей об Узбекистане, минимум 700-800. Даже в Эфиопии пишут об Узбекистане. «Каждый наш шаг находится под контролем мирового сообщества», – сказал Мирзияев. Примечательно, что заговорил Мирзияев о пытках только сейчас. Существует множество доказательств того, что применение пыток в Узбекистане на протяжении правления Мирзияева не прекращалось. На это указывают и международные правозащитные организации, и публикации в соцсетях жителей страны, родственников жертв пыток, либо самих пострадавших от рук силовиков. «Каждый наш шаг находится под контролем мирового сообщества». Эксперты считают, что в отличие от своего предшественника, Ислама Каримова, Мирзияева, очень беспокоит его собственный имидж реформатора, особенно на Западе. И его высказывания никоим образом не связаны с заботой о народе, а всего лишь преследуют популистские цели. Более того, он сделал акцент на то, что во всем мире пишут ежедневно о пытках в Узбекистане, и по этой причине их нужно прекратить. То есть в вопросе пыток Мирзияева больше беспокоит его испорченный имидж, нежели искалеченные и убитые жители страны. Январь 2019 года оказался непростым для туркменских пользователей интернета, использовавших VPN-приложения. Власти страны активно начали блокировать данные программы. По данным британской организации VPN Compare, с 15 по 21 января количество поисков VPN-сервисов в сети из Туркменистана выросло на 577%. По информации данной организации, начиная от 17 января туркменские власти активизировали блокировки VPN-программы. Напомним, что в стране доступ к некоторым соцсетям и сайтам заблокирован властями, в связи с чем для обхода блокировки жители пользуются различными программами. Также примечательно, что блокировка соцсетей и нежелательных сайтов для авторитарных режимов стала неотемлемой частью в борьбе с инакомыслием. Аналогичная проблема существует в целом в регионе, в том числе в Таджикистане и Узбекистане. В веке развития интернета социальные сети стали важным инструментом распространения различных политических идей и в том числе важным фактором, облегчающим восстание народов против угнетающих их диктаторов. Соответственно, тираны, включая президента Туркменистана Гурбангулы Бердемухамедова, со страхом наблюдают за тем, как авторитарные режимы падают один за другим по всему миру, причем каждый раз социальные сети становятся триггером, инструментом координирования действий между революционерами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин